Наконец-таки появились полноценные тесты первой в мире 7-нанометровой дискретной видеокарты Radeon 7, которая, к слову, показала себя очень неплохо и в большей степени на уровне RTX 2080. А также Лиза Су считает, что будущие 7-нанометровые процессоры Ryzen 3-го поколения более чем конкурентоспособны. При этом Intel избавились от дефицита и закрепились в рознице. А что самое главное, появилась интересная информация и касательно дискретной графики Intel XE и по поводу 8-ядерного кристалла у Core i5-9400F, который на самом деле 6-ядерник. В общем-то, обо всем этом и некоторым другом я в деталях расскажу в очередных новостях технологий. И прежде чем начать, традиционно рекомендую подписаться на мой канал, а также нажать на колокольчик, дабы не пропускать будущие новости. Ведь всегда полезно узнавать информацию раньше остальных. Начнем с главного, а именно с тестов Radeon 7 в сравнении с RTX 2080 при 4K разрешении в целой 21 игре. Сразу скажу, что неизвестно, какой использовался процессор, сколько было оперативки, что за материнка и все остальное. Указаны лишь результаты одной и другой видеокарт. В большинстве проектов разница практически неощутима, но есть особые случаи, когда Radek улетает сильно вперед на фоне 2080. А именно GTA 5, Rise of the Tomb Raider, Deus Ex Mankind Divided и Wolfenstein 2 The New Colossus. Во всех же остальных случаях наша новинка идет либо примерно вровень с 2080, либо же немного уступает. За счет чего, если в среднем уравнять показатели, то выходит первая в мире 7-нанометровая дискретная видеокарта идет где-то на уровне с 2080. При том, что у вас будет куда более современная и продвинутая HBM2 память, да и в принципе больший ее объем. Отсюда повышенная пропускная способность и естественно огромный отрыв в бенчмарках. Конечно, не стоит забывать и про 7-нанометровый техпроцесс, который правда все равно горяч. Так что получается все не так уж и однозначно. Тем более у Nvidia в их тьюринге имеются специальные RT и тензорные ядра под новые технологии. Трассировка лучей и DLSS. Да, все это еще сыро, но со временем такая штука может стать весомым аргументом. Поэтому AMD нужно поскорее придумывать какое-то свое решение в ответ на приколы зеленых. В любом случае, даже сейчас рано делать выводы и стоит подождать большего количества тестов от различных ресурсов, чтобы уже окончательно сформировать какое-то мнение. Да, то, что мы получили сегодня не так уж и плохо и отчасти похоже на правду, но все-таки имеются некоторые вопросы. Вроде того, на каком конфиге в принципе проводились эти тесты и почему в GTA 5 так сильно просило 2080. Очень интересно, что вы думаете на этот счет и конечно же напишите, считаете ли вы Radeon 7 народной картой? Или это все-таки та ведюха, которая обойдет большую часть пользователей? Ведь ценник все-таки кусается. И лично я бы от себя назвал народной картой 2019 года все-таки 2060 и RX 590. Хоть и последняя вышла в конце 2018, я все равно считаю, что даже в 2019 это хорошее решение для Full HD гейминга в том случае, если не хватает на 2060. К слову, обзор сравнения лучшей карточки для Full HD гейминга уже скоро выйдет у меня на канале. В течение этой недели хотелось бы в среду или четверг, но может и подзадержаться, потому что работы больше, чем предполагалось. Нужно и снимать на камеру, и хочется все-таки полноценно ее сравнить с 980 Ti. Поэтому пока я подготавливаю материал, можете предложить на чем сделать акцент в обзоре, и что именно вам интересно узнать о 2060, чего не сказали другие блогеры. Я ее уже погрел в фурмарке, протестировал память в камп-бустере, немного гнал, после тестил в Geekbench и юзер-бенчмарке, и много где еще. Правда вот поиграть особо не удалось, запускал лишь Insurgency Sandstorm геймплей, который сейчас у вас на экранах, и это он уже записан с 2060, плюс немного побегал в Atom RPG, которая в принципе совсем не затрагивает ресурсы компа. Так что конкретно в играх я ее особо не тестировал, и даже не знаю буду ли это делать. Мне кажется, что каждый, кто снимал обзор на 2060, сделал практически одно и то же. Поэтому предлагайте, на чем сделать акцент, что именно вы хотели бы узнать об этой карточке, и все такое прочее. А я возвращаюсь к новостям. Канал CNBC недавно организовал небольшое интервью с Лизой Су, главой AMD, которая, делясь с аудиторией канала, сообщила, что 7-нанометровые продукты компании будут предельно конкурентоспособными в настольном и серверном сегментах. Кроме того, она не стала осторожничать и смело сообщила, что AMD первая выведет на рынок 7-нанометровые продукты. И это считается большим конкурентным преимуществом. Непонятно только почему она не сказала, что уже вышла первая 7-нанометровая видеокарта. Хотя ясно, что речь конечно шла о процессорах, но почему-то не было сделано акцента именно на райзенах третьего поколения. Из всего этого ясно лишь то, что AMD полностью уверены в том, что будущие процессоры окажутся более чем успешны. Между тем, дефицит настольных процессоров от Intel, можно сказать, полностью исчерпан. Полки магазинов набиты и, как показывает немецкая розница, процессоры от Intel стали покупать куда чаще, чем раньше. И в большей степени это именно i9-9900K. Уж больно хорошая реклама у этого процессора, да и в принципе немцам не нужно так экономить, как нам, жителям СНГ. И поэтому если они собирают себе топовое решение, то в большей степени отдают предпочтение либо же Core i9-9900K, либо же Ryzen U7 2700X. И хоть и остается самым продаваемым процессором именно 2600 и 5-й райзен, 9900K не сильно от него отстает и, как минимум по итогам января, AMD и Intel практически сравнялись. Таким образом, уже по итогам статистики февраля, Intel может даже снова обойти красную компанию, как минимум в немецкой рознице. Хоть и уверенный среднячок Ryzen 5 2600 будет все равно отлично продаваться. Характерно то, что синих новинок с индексом F здесь не наблюдается. Все потому, что либо это были минимальные продажи по предзаказам, либо же они в принципе не особо добрались до немецкой розницы. И какие-либо выводы мы сможем сделать лишь по итогам статистики февраля. А пока я расскажу об интересном моменте, связанном с Core i5-9400F. Да, мы уже знаем, там не имеется всеми любимого припоя и используется ненавистная терможвачка. Или же пластичная термопаста. Которая, по мнению тех, кто вскрывал процессор, не так уж и плоха, в сравнении с тем же 8-м или 7-м поколением. Также при вскрытии 9400F было обнаружено кристалл действительно меньше 8-ми ядерного 9600. А значит, что он изначально проектировался как 6-ти ядерник. В отличии от 9600-го, кристалл которого физически 8-ми ядерный, но работают у него только 6. То есть в случае с 9400 Intel исправили проблему. И похоже, что 9600 делался в попыхах. А вот на бюджетный 400-й делается весомая ставка. Также энтузиасты уверены, что 6-ядерный кристалл имеют процессоры лишь со степпингом U0. Которые и доходили всем в руки. А вот на сайтах производителей материнских плат среди поддерживаемых процессоров указан еще и степпинг P0. Который, по предположениям азиатских энтузиастов, может скрывать в себе полноценный 8-ми ядерный кристалл. Также с двумя отключенными ядрами на манер 9600-го. Лично я не понимаю, зачем во всем этом искать какой-то глубинный смысл и уделять так много внимания степпингам. Как мне кажется, 8-ядерные кристаллы могут скрываться под 9400 просто потому, что в какой-то момент может не быть возможности сделать 6-ядерный кристалл. И просто возьмут какой-нибудь неудачный 9700 или даже 9900, переделывают под 9400, дадут другой степпинг и просто пустят в продажу. Дабы не было дефицита. А что же касательно дискретной графики от Intel, недавно в своем твиттере, занимающийся маркетингом графических решений Intel, Крис Хук, запостил изображение в холодных и в большей степени синих тонах, где можно заметить 4 буквы X, располагающиеся друг в друге. В принципе, можно было бы сказать, что это ничего не значит. Но внимательная аудитория, во-первых, заметила, что X все-таки 4, а во-вторых, связала все это как минимум либо же с PCI Express 4-го поколения, либо же даже с наличием 4-х кристаллов на одной подложке будущего графического процессора. Да, само собой непонятно, что это значит, но я не мог об этом не рассказать. Зато вновь назначенный генеральный директор Intel, Роберт Свон, сразу же после того, как занял свой пост, выбрал одним из главных приоритетов 10-нанометровую технологию. Ничего при этом не говоря про 7 нанометров, видимо, разумно оценивая свои силы. Ведь для начала нужно сделать хотя бы 10 нанометров, а уже потом о чем-то говорить. На этом сегодняшние новости заканчиваются. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, пишите все, что вы думаете в комментариях, а также вступайте в мою группу ВКонтакте по ссылочке в описании. У нас появляются интересные новости, видосы я постчу раньше, чем они выходят на канале, открытая стена, можно написать в личку, имеются обсуждения и все такое прочее. Короче говоря, вступайте, всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok